Жемчужина России – крупнейший детский санаторий на Черноморском побережье. Он работает с 1975 года. На территории могут одновременно находиться более 2000 детей. Именно отсюда и начала работу комиссия, в состав которой вошли сотрудники краевой прокуратуры, силовики, представители образования, здравоохранения, Роспотребнадзора, МЧС и других структур. Особое внимание противопожарной безопасности. Здесь же проверяют планы эвакуации, доступность к пожарным щитам, наличие гидрантов, рукавов и огнетушителей. Под пристальным вниманием комиссии и возможность оказания первой медпомощи. Проверяют все – от оборудования медицинских постов до ведения журнала учета прибывших детей. Осмотрели и кабинеты, где проходят лечебные процедуры. Все оборудование исправно и готово к использованию. У нас выходит каждую неделю сюда медицинский техник, проверяет состояние работоспособности. Перед началом сезона мы получаем допуск к работе. И в конце сезона опять их осматриваем, что уже не будет годное, мы будем списывать. Есть дефектовка, что будет работать, будет законсервировано и отправлено на следующий год. Но каждый год мы обновляем вот этот ассортимент. Проверка только этого санатория длилась более шести часов. Питание детей, организация быта, подготовка и сертификация обслуживающего персонала. Благоустройство территорий. Под пристальным вниманием каждая мелочь. Сейчас в санатории находится 1750 человек. Мы реализуем государственный контракт. Всего у нас в весенней смене отдохнет 3500 детей. Сегодня состоялась выездная краевая проверка прокуратуры. Вместе с краевой прокуратурой к нам приехали все федеральные контролирующие органы. Проверка прошла в конструктированном диалоге. Коллеги задали массу вопросов. На большинство из них они получили ответы. Все увиденное их устроило. Есть небольшие замечания, но ничего не мешает нам устранить их. Комиссия побывала также в санаториях ВИТО, Голубая волна и в Федеральном детском центре смена. Подобные проверки пройдут и в других детских здравницах курорта. Руслан Душевский, Анапа. Регион.